Сегодняшняя тема звучит как арт-активизм, как способ преодоления отчуждения, пример акции «Тихий пикет». Во-первых, стоит сказать, что Даша тоже была одним из организаторов проекта «Бродячий университет», «Летний Бродячий университет», который очень похож на диалоги в пространстве. То есть это тоже люди, которые слушают друг друга, они дискутируют, у них лекция, но она вынесена на улицу, и любой прохожий может тоже стать соучастником этого события и столкнуться с чем-то интересным, что происходит. Опять же, мне кажется, что это тоже способ преодоления отчуждения. Я хотела бы, наверное, начать с того, чтобы ты рассказала, как вообще все родилось, почему тебе пришла в голову такая идея, такая форма, и как эта форма закрепилась и привела к тому, что сейчас она имеет большой отклик и очень-очень много людей этим занимается. Я сначала хочу сказать немножко, наверное, о формате, который сегодня так или иначе будет использован, потому что, мне кажется, формат, ну вообще тихий пикет, он заставляет меня и тех, кто с нами работает, много думать о форматах, в принципе, о переработке форматов. Поэтому, называя что-то лекцией, мы все-таки подразумеваем какое-то интеллектуальное подытоживание какого-то там труда. А для меня важно, чтобы и сегодняшний процесс это был коммуникацией, потому что это то, в чем я, как представительница акции, чувствую себя органично, и, наверное, мне самой будет понятнее, о чем рассказывать и как говорить. Поэтому у нас на столе, в принципе, лежат плакаты. Один плакат, с которым я приехала в Нижний, и хожу с ним, получается, уже полтора дня. А другой плакат — это плакат-афиша, который ты сделала. Спасибо за него большое. Так, акция «Тихий пикет» появилась в языке интернет-пространства, как закрепленная хэштегом, первый раз 28 марта 2016 года. И, в принципе, ничего особенного она из себя как не представляла на тот момент, так не представляет и сегодня, о чем я и писала в своем первом отчете. Акция возникла как желание... Интересно, что один швейцарский культуролог, когда читала, пыталась... Ну, как бы, у нас же заявлен термин арт-активизм, и это не я себя так назвала, а люди, которые занимались как бы каким-то анализом акции, они сказали, что это... детерминировали это так. И когда я стала читать о том, что такое арт-активизм, вот, я, на самом деле, на русском языке немного нашла материалов, вот, но я нашла ключевую фразу. Вот, значит, этот культуролог говорит, что любой арт-активизм рождается в отчаянии. И это действительно так, потому что девиз или креда «Тихий пикет» — да, «Тихий пикет» — это когда опускаются руки. И, в принципе, эта фраза, она и заключает в себе описание, как, собственно говоря, акция бытует в пространстве. То есть мы не поднимаем плакаты на уровень груди, мы не держим его демонстративно, мы, в принципе, обращаем на него, ну, как это кажется со стороны, довольно мало внимания. То есть как будто он у нас образовался в руках по воле случая. Вот, или мы его перевозим из одного места в другое, и мы только, как бы, средство для плаката. Вот. И когда меня во время всех интервью спрашивали, где источник акции, да, то есть какие опорные точки есть у акции, то я всегда говорила о том, что это, естественно, заключение Эльдара Дадина, которого заключили за одиночные пикеты, что меня довольно потрясло, ну, и не только меня. Это акция «Не мир», когда мы вышли как художники-кураторы с работами других художников в руках, и эти работы были антимилитаристскими, они были за мир, то есть это была антивоенная передвижная выставка, вот, и мы, собственно, вышли с ними на Чикаловской, и прошли мы с ними до артплея, по-моему, нет, или Давидзавод, ну, в общем, до какого-то центра современного искусства, где там нас уже окружили автозаки, и нас, это было 13 марта, вот, и нас засунули в автозак, и увезли, а потом судили, судили за несанкционированные шествия, такой, там был интервал очень смешной, от дома 5 до дома 8, вот, и, собственно, каждому из нас, и каждый штраф по 15-20 тысяч, ну, и, собственно, сам суд проходил, когда над нами, мы тоже решили закончить все-таки нашу передвижную выставку, и в суде это все продолжить, поэтому мы на наших документах, которые, ну, протоколах, мы распечатывали на них репродукции наших работ, вот, и, собственно, люди, работающие в суде, пытались установить, это, как бы, наши агитматериалы или их документ, то есть мы, как бы, поставили под вопрос, вообще, как бы, ну, в общем, поставили под вопрос, да, и мы еще позвали художников, которые устроили пленэр возле задания суда, и их задача была рисовать суд, внутри которого судят художников, вот, и мы устроили в коридорах суда на всех этажах показ с планшетов и ноутбуков наших видеоартов, вот, показывали их людям, у которых должны были быть другие суды, ну, над ними, то есть, вот, и все это, конечно, превратилось в такую замечательную вакханалию, вот, нас чуть не выгнали из суда, и, собственно, через два дня после этого появился тихий пикет, когда я задумалась над темой, с каким вообще месседжем я могу выйти в городское пространство, да, то есть, совершить такой гидоборовский дрейф. Мне было интересно исследовать как раз эти границы, границы интерпретации меня и моего плаката властью, людьми, границы, в принципе, возможностей коммуникации между всеми нами, и, на самом деле, пока акция обнаруживает какой-то очень странный для меня потенциал, потому что руки-то не продолжают подниматься и отчаяние никуда не уходит, но почему-то отчаяние я стала катализатором вот этой какой-то акции, которую все называют доброй, светлой, героической, сподвижнической, вот, этого всего я тоже там не вижу, и я против героизации, в принципе, которую наши либеральные СМИ нам навязали, вот, во всех интервью. Ну и, собственно, когда я думала про плакат, то есть я подумала, вот, формулировка, у меня такой очень кондовый подход, я сформулировала тему, то есть у нас там есть опорные точки, это арт-активизм, это отчуждение, и, собственно, ну, как-то там еще мерцает вообще плакат, фигура плаката, и тогда я решила как-то окинуть внутренним взором краткую историю плаката, да, его прагматику, его вообще визуальные языковые средства, которые он использует, потому что, на самом деле, работа над каждым плакатом в тихом пикете, это какая-то, ну, для меня лично это очень тяжелая работа, то есть я вообще занимаюсь поэзией, современной поэзией, в Нижнем Новгороде я была до этого только по этим причинам, вот, потому что здесь поэтическая волна и все такое, и для меня это сложнее, чем писать поэтический текст, потому что одно из правил тихого пикета у нас довольно внушительный, сформировавшийся общей помощью свод правил, которые мы все выполняем, это чтобы за каждым плакатом стоял какой-то нормальный источник, на который можно опереться, который можно транслировать человеку, если он ему заинтересуется, который можно вынести в виде ссылки на сам плакат, потому что очень часто у нас на плакатах, кроме хэштегов, используются ссылки, и что самое интересное, то есть вот эта вот удивительная конвертация, когда ты как бы код переносишь, ну, то есть странно писать ссылку от руки, это действительно странно, я этим никогда не занималась, и, в принципе, ты не надеешься никогда, что кто-то захочет пройти по этой ссылке, но проходят и просят помочь пройти по ссылке, особенно если мы подписывали какие-то петиции, и ты собственными руками можешь на чужом гаджете вбивать эту ссылку в адресную строку, то есть вот эта абсолютно непонятная вещь, она тоже, оказывается, работает. Вот, и когда я задумалась над прагматикой плаката, мне пришлось почитать Маклюина, вот, и, в принципе, дня два подумать над тем, что он говорит относительно коммуникации, потому что это то, что меня сейчас очень волнует, да, там, Medium is the Message, все вот эти вещи, и я подумала, что здесь совершенно какая-то другая ситуация в рамках тихого пикета, то есть прагматика плаката, она такая, она же очень, мне кажется, ну, это такой, то есть она встраивает человека очень легко в какие-то производственные отношения, то есть если ты, если это рекламный плакат, да, или там плакат-афиша, то понятно, что действие, на которое должен побудить этот плакат, это там что-то купить, да, куда-то сходить, если ты делаешь, как бы, классический политический плакат, например, да, вот все мы сейчас видели эти чудовищные плакаты перед выборами, вот, то, как бы, это должно побудить человека, значит, ну, отдать свой голос, да, который у него якобы есть, в пользу, например, какого-то там кандидата какой-то политической институции, и, то есть, в принципе, плакат, как средство сообщения, как медиа, он, по сути, редуцирует, или, как говорит Макклюин, ампутирует вот эту возможность языка, то есть колесо, оно метафорически ампутирует там ногу, а вот плакат, на мой взгляд, он, ну, классический плакат, а то он ампутирует язык, то есть то, что стоит до плаката, и он всегда является неким итогом какого-то рассуждения или процесса, который нам не виден, то есть мы воспринимаем плакат очень часто вырванным из контекста, когда я не имела отношения ни к какому активизму, я шла по улице и видела людей с одиночными пикетами, и я воспринимала плакаты чисто вот как-то феноменологически, потому что я не была встроена ни в какой политический контекст, и для меня это был просто человек как бы с абстрактным месседжем, совершенно оторванный от той реальности, в которой я существую, вот, и, собственно, законы, по которым так или иначе сформировался плакат внутри тихого пикета, они другие, то есть я не воспринимаю сообщения на плакате как итог какой-то дискуссии, которая за ним стоит. Она, конечно же, есть, но здесь мы совершаем как бы бросок обратно, то есть то, что является концом, начинает становиться как бы началом или дверью вот в эту дискуссию, вот в этот язык, который очень часто на самом деле, ну, учитывая, в какой ситуации мы находимся, это часто язык ненависти, язык вот как раз того самого отчуждения, он очень культивируется, и здесь ты пытаешься за счет своего не лозунгового, не императивного, абсолютно какого-то непонятного плаката выйти на вот этот диалог, и когда ты на него выходишь, ты вдруг понимаешь, что диалога на самом деле, ну, вот в этом каком-то дуальном смысле, его нет, ну, и, может быть, его и быть не может, потому что, когда я разговариваю с людьми в метро или на улице, или где угодно, я, сталкиваясь с их языком, всегда понимаю, что как бы нас условно не двое, а трое, то есть я всегда пытаюсь определить, где то, что говорят мне они, люди, которые со мной говорят, а где то, что они транслируют, ну, и возможно ли это разделить, как это взаимопроникает, переплетается, как вообще можно добиться, чтобы это было заметно для человека, и тогда ты начинаешь его ловить на каких-то парадоксах его речи, противоречиях, на причинно-следственных провалах, вот, и когда ты постепенно, ненавязчиво это делаешь, то только тогда коммуникация становится возможной, вот, ну и здесь, перед тем, как ты мне задашь еще один вопрос, я хочу прочитать фрагмент про коммуникацию, который для меня очень важен, и я это, то есть книги Мизиана про кураторство, вот, ну, мне кажется, это подходит к тому, о чем я говорю, что гарантирует коммуникационному обмену эффективность, каким образом общение преодолевает человеческое отчуждение, коммуникация возможна потому, что в человеческом языке существуют некие пласты, доступные всем, то, что Верно называет общими местами. Речь идет не только о синтаксических структурах, но и о прагматическом уровне языка, как сказали бы лингвисты. Люди понимают друг друга потому, что разделяют некую общую реальность, которая этим языком сконструирована. Эта реальность противостоит специальным сферам деятельности и обслуживающим их языкам, то есть языку профессиональных или любых других замкнутых сообществ. Общие места потому и общие, что именно в этих зонах носители самых разных идентичностей понимают друг друга. Без этих мест человеческое сообщество утратило бы цельность. Сюда не допускаются профессиональные термины и субкультурные жаргоны, язык научных теорий, отвлеченных понятий и тому подобное. Чтобы обеспечить этим зонам всеобщность, язык задействует именно обобщенные, родовые элементы, задающие некую доиндивидуальную реальность. На первый план выступает то, что разделяется всеми людьми. Чувственный и зрительный опыт, телесная моторика, память и воображение, эмоциональность, наконец, эротика. Именно это имел в виду Пригов, говоря... Так, ну, здесь уже, ладно, Пригов оставим. Вот. Но эти общие места в языке и попытка их нащупать, вот как раз, и в момент создания плаката, и в момент разговора, и даже в момент, когда мы пишем отчеты, потому что это очень важная часть нашего такого лингвистического труда по итогам каждого дня. То есть было время, когда в первые месяцы 4 я писала отчет каждый вечер. Вот. Потом я стала дольше ходить с плакатом. Вот. На днях Тихому пакету исполнилось полгода. И сейчас я пишу отчеты чуть реже, потому что нас больше. У нас 98 человек, которые принимают и принимали участие в акции. Сделано где-то... По последним подсчетам 430 плакатов в целом. Акция переплеталась с другими акциями. Акция дважды имела опыт с театром. Про нее снимается какой-то документальный фильм, про который я не знаю. То есть Тихий пикет, он постоянно находится в пути, не только, ну, буквально, когда мы там телесно ходим с плакатом, мы же с ним не стоим, мы с ним постоянно в движении. Вот. То есть по пути куда-то. Ну и я замечаю, что и на уровне какого-то систематизации, жанра, стагнации тоже не происходит, потому что Тихий пикет и отчеты, и тематика, они тоже находятся в постоянном вот этом движении. И я даже сама не успеваю, потому что у нас слишком многое. Как переплеталась Тихий пикет с театром? Это было дважды. Да, первый раз. Меня пригласили как актрису в Московский театр ДОК. И это был спектакль режиссера Всеволода Лисовского в Акханке. То есть такой... Ну, особенность этого спектакля была в том, что там герои, актеры, то есть не произносят слов, а текст, который они должны транслировать, он транслируется через проектор на стену, как, ну, новостная лента, как ползущая строка. То есть просто ползет текст, и ты как бы должен читать сам пьесу. Но актеры при этом присутствуют на сцене в таких... Во-первых, они голые, это очень важно. А во-вторых, они не профессиональные актеры, почти все. То есть это некие волонтеры вот этого, не знаю, голого вот такого спектакля. И дело в том, что я не могу, ну, не хочу находиться в принципе в публичных пространствах без плаката. И тогда я сказала режиссёру, что в рамках спектакля да, все будут голые, но я буду голой с плакатом. Вот. И я не могу отступить от вот этого принципа. И на плакате была фраза, строка из Еврипида, собственно, из Вакханок, про... Я сейчас не воспроизведу, но... Про государственности, про гражданина, про как бы сознательность гражданина в государстве. Вот. И получается, что внутри как бы одного перформативного действия была своя сюжетная линия у другого перформативного действия. И тут я осознала, как плакат, на самом деле, это не имеет отношения якобы, да, вот к акции, к активизму, но на самом деле имеет прямое отношение, потому что «Тихий пикет» это очень сильно про тело, про театр тела, потому что, когда ты стоишь в вагоне и делаешь вид, что ты смотришь куда-то туда, а там стоит человек, и он прядец на твой плакат, и ты не можешь повернуться к нему, потому что он вернется, если встретиться с тобой глазами, скорее всего. И ты смотришь в отражение, а потом ты видишь, что, а, вот там сидит девушка в очках, и ей плохо видно, и ты начинаешь семенить в ее сторону, но так, чтобы она не поняла, что ты оказываешь ей как бы определенную услугу восприятия. И то есть ты постоянно находишься вот в этом как бы состоянии множества экранов, которые рядом, и ты ориентируешься на них. И когда я оказалась как бы без одежды в публичном пространстве с плакатом, я поняла, что как бы фундаментально ничего и не изменилось. То есть бытие с плакатом в одетом виде и в неодетом виде никак не отличается и плакат может быть гораздо больше имеет отношение к вестиментарному пространству, как говорит Элинор Горалик, я от нее узнала это слово. Вестиментарное, то есть вся одежда наша, вообще все наши облачения, это называется как бы вестиментарным, ну это из Барта, да, из Барта система моды, но он ввел этот термин. Вот, и я раньше не думала, что плакат это тоже, ну имеет отношение к одежде, грубо говоря, да, к вестиментарному, но оказалось, что имеет, это тоже как бы драпировка моего социального тела, вот, и вот эта социальность собственного тела и наготу, как костюм, при этом, я ощутила именно в тот момент, это мне очень много сообщило про акцию, вот, а второй случай был не очень приятный, это имело отношение к документальному театру, и Центр Мирхольда попросили речь мою задокументировать, речь про акцию, точнее, у них был сюжет, они искали условно героев там нашего времени, опять же, против чего я выступаю, и брали как анализы у них, их слова, их речь, записывали, а потом использовали этот текст, адаптировали его и использовали для своих театральных монологов, вот, и меня пригласили на читку, и у нас было замечательное, замечательное, как бы, интервью, девушка спрашивала меня, драматург, значит, ключевой вопрос, как бы, как проходит день акционистки, и я рассказывала, как проходит день, то есть, утром ты встаешь, и вместо того, чтобы думать, что ты наденешь, ты думаешь, что ты напишешь на плакате, там, и, ну, и, что весь день, вплоть до того, как ты вечером пишешь отчет, как итог, и они взяли эту речь, потом я прихожу на читку, ну, и, собственно, там я увидела как раз коммуникативный провал, когда режиссер интерпретировала речь, ну, она меня не видела, она видела только текст, интерпретировала карикатурно, ну, то есть, предельно карикатурно, насколько, вот, редукция, которая только могла произойти, и у меня был плакат на эту тему, я собрала все высказывания всех людей, которые со мной общались в метро или где-то еще, и их мысли относительно того, кто такой человек с плакатом, да, то есть, что его мотивирует на то, чтобы взять маркер, взять лист А3 и сделать плакат, и самые распространенные ответы из негативных, а я специально дала напополам хорошие ответы, на мой взгляд, и плохие ответы, и еще оставила место для своего ответа, вот, это были, так, примерно, молодозеленно перебеситься, у нее мужика нормального не было, поэтому он ходит с плакатом, значит, ее оплачивает госдеп, и она враг Родины, ну, в общем, как бы, сливается с фигурой врага, и, значит, и вот все примерно такие, то есть, типичные мысли насчет любого протеста, активизма, который очень в России демонизирован сейчас, ну, и вторая линия ответов, она была линией, как бы, положительной, то есть, линией солидаризации с акцией, вот, ну, там все довольно скучно, типа, хочу сделать свой плакат, считаю, что это ничего не изменит, но хоть что-то, ну, и, в общем, тоже, эти вещи, и человеку давался плакат-тест, то есть, у него была возможность выбрать, и люди говорили мне, какой вариант ответа, они выбирают, и когда я оказалась, вот, на спектакле, я увидела, что выбора-то внутри спектакля и не было, ну, для зрителя, то есть, они говорили, моим, ну, актриса и режиссер, говорили моим языком о проблемах феминизма, гомосексуальности, дискриминации, но в таком ключе, что все эти слова вызывали смех в зале, вот, ну, это, конечно, было очень больно, но это были этюды только, читка, то есть, я надеюсь, что это какие-то метаморфозы еще претерпит, но, в общем, это был второй опыт, соприкосновение тихого пикета с театром неудачно. Почему они так сделали? Это, из-за какой-то личный непринязнь, что ли? Они даже не думали, что это такое? Ну, честно говоря, я не знаю, я, чем больше нахожусь в акции, тем сложнее мне судить о мотивах вообще людей, поэтому я побоялась сделать какие-то выводы на этот счет, вот, потом я подошла, познакомилась с актрисой, вот, ну, и девушка-драматурка сама не ожидала, и она сказала, что поговорить с режиссером, чтобы как-то что-то по-другому там произошло, но, с другой стороны, это тоже было очень важно и полезно, наверное. Ты говорила, что ты можешь, то есть, что, когда ты стоишь с плакатом в общественном транспорте или где-то еще, ты стараешься действовать максимально, что-ли, не напрямую, чтобы человек не отвернулся, но он же, наверное, знает, что ты знаешь, то есть, как бы, тут меня удивило даже скорее то, что приходится быть непрямым, чтобы пойти на контакт, а неужели не было тех случаев, когда, ну, ты понимаешь, что человеку интересно и то, что ты подойдешь не приведет к тому, что он отвернется, а наоборот, просто быстрее приведет к какому-то взаимодействию, то есть, как бы, как ты относишься к прямому контакту, а не к такому, как бы, обходчивому, условному и максимально, не знаю, какому-то, ну, условному скорее, да? Ты понимаешь, что я имею в виду? Да, я понимаю. как ты относишься вот к этому соотношению, сделать вид, что на самом деле, то есть, это даже немножечко неискренность с одной стороны, вот. Ну, почему я искренне не хочу смутить человека, то есть, у всех у нас разный социальный опыт, и я, в основном, открываются мне только те люди, которые впоследствии сами идут с плакатом, и они говорят, как, вот, насколько для них вообще сложно заговорить, насколько вообще сейчас сложно заговорить, заговорить с человеком другим, да, потому что плакат, он тебя моментально помещает в область как бы другого, чужого, пугающего, чуждого тебе, опасного, поэтому я стараюсь, да нет, у меня ни разу не было, чтобы я сама подошла к человеку, и первая начала вербальную коммуникацию, просто контакт прямой, он же не обязательно словесный, потому что я могу прямо и открыто посмотреть человеку в глаза, если он вызывает меня на это, если человек рядом смеется, я понимаю, что он встроился как бы в контакт и смеется для того, чтобы я это услышала, а это всегда очень легко понять, и чем дальше, тем легче, ты спрашиваешь, а что вас рассмешило, да, то есть это, кого считать первым, да, коммуникатором, человека, который демонстративно засмеялся в адрес меня и плаката, или меня, давшую реплику в ответ, то есть непонятно, и поэтому коммуникация начинается в тот момент, когда глаза человека видят текст, вот, но на какой-то вербатим я его сама не вызываю никогда, и вообще, судя по отчетам, которые пишут наши участницы, участники, они тоже этого не делают, ну вот, а дети, они устроены, это общение с миром не так условно, дети действуют более напрямую? ой, дети вообще отличные, дети, я ехала как-то с плакатом, честно говоря, вообще не помню уже, какой это был плакат, но помню точно, что там было вписано имя нашего президента, вот, и дети, они часто читают вслух, ну, я просто еще, я преподаватель для детей литературы русского, и мне с ними как-то удобнее вообще взаимодействовать, и я вижу часто, как дети читают плакат вслух, и как-то я попала летом в вагон, где ехал детский лагерь, то есть с галстуками, и они все начали читать вслух плакат про Путина, и учительница начала на них ш-ш-ш, потому что, ну, плакат-то понятно, что он был не «о, Путин!» а типа «о, Путин!», ну вот, но я сейчас уже не помню формулировку, и дети такие просто, они, когда им делаешь замечания, типа «чх», они же еще громче начинают, особенно, когда им лет 9, и они начинали просто орать, скандировать, и они устроили детский митинг, вообщем, не понимая, вот, и там было человек 5 или 7 взрослых, и, ну, они, конечно, то есть, не знали, как на это реагировать, и при этом, ну, это не было никаким моим насилием над детьми, потому что я знаю о случаях насилия, когда детей встраивают в протестные движения, и были детские митинги, которые были как бы синициированы взрослыми, и дети шли туда такие как болванчики и вообще не понимали, о чем речь. Я просто гуглила на эту тему много, и это вот такое было, особенно в области, где это меньше афишируется, это есть. В смысле сейчас? Ну, последний, вот в прошлом году я находила в Перми такое мероприятие, типа на защиту школьных учителей от чего-то, но дело в том, что я считаю, что это все-таки насилие над детьми. Еще были случаи, когда я... А, ну, нужно сказать о том, вообще о том, как делается плакат, потому что плакат, он делается часто на месте, и он не статичен, он претерпевает очень много изменений в процессе, то есть иногда плакат, ну, точнее, бумага может стать местом для чата, где мы переписываемся с людьми, которые не решаются заговорить устно, или где они мне знаками что-то сигнализируют из другого конца вагона, а я им пишу ответ на плакате, типа они мне вопросительные жесты, а я им утвердительное предложение, ну, и вот такие вещи. И часто плакат, он выстраивает перформативную коммуникацию, то есть я считаю, что это очень важно, и обычно те плакаты, которые используются на традиционных митингах, они как бы, они так не работают, и это даже удивительно, потому что, ну, как бы, мне кажется, это естественно, вот, то есть были плакаты зеркала, я ездила с большим зеркалом, на котором красками была нарисована колючая проволока, просто на зеркале, перекрестная, и хэштег «Тихий пикет», и больше ничего. И рядом, напротив меня ехала была еще одна участница «Тихого пикета», с плакатом, на котором зеркальным шрифтом были написаны имена политзаключенных, и таким образом то, что она написала, можно было прочитать только в моем плакате, потому что, ну, только там было отражено. И люди, когда попадали между нами, они понимали, что они что-то, как бы, какой-то канал нарушают или загораживают, и вокруг нас образовалась такая сцена, можно так сказать, то есть никто не вставал между нами. И в какой-то момент люди стали подходить к ней, потому что у нее был текст, и брать у нее текст и смотреть в мое зеркало, что же там написано. И тогда их лица оказывались включенными в колючую проволоку, они видели себя в зеркале, держащими плакат. То есть они видели себя в состоянии протеста за колючей проволокой с именами Эльдара Дадина и всех остальных. Вот. И в этот момент, конечно, ну, это был какой-то просто разрыв. А я сидела, я сидела просто как зеркало. То есть со мной почти не разговаривали, ну, потому что я не воспринималась как текст. То есть я просто поверхность. Вот. А Аня, мы потом написали отчет, и она написала отчет со своей стороны перформанса, я написала отчет со своей стороны, потому что возле меня же тоже сидели люди, они реагировали. Вот. И еще написал человек-очевидец. Мы случайно встретили человека, который знал акцию, и он сказал, а можно... он нас встретил у метро, и сказал, а можно, пожалуйста, я поеду с вами? И он поехал с нами, проехал с нами круг по кольцу, и потом написал свой отчет. То есть это было такое тройное отражение того, что происходило в тот момент. Ну вот. И еще были практики, когда я ехала с плакатом про насилие над женщинами, про домашнее насилие, и я рисовала... Я не умею рисовать, но я пыталась как бы изображать, что я... процесс рисования с натуры, когда ты едешь, и напротив себя тебя сидят люди, и ты начинаешь их как можешь рисовать на поверхности своего плаката, прям поверх текста, и люди понимают, что ты их рисуешь, и они сначала не обращают внимания на твой плакат, они просто видят, что ты их рисуешь, и они либо начинают как-то себя вести, подстраиваясь, ну, то есть принять позу посимпатичнее, потому что, ну, как бы меня же рисуют, вот, и только потом они начинали наблюдать за процессом очень незаметно, то есть, ну, они приняли позу и думают, что я не замечаю, как они приняли позу для того, чтобы я нарисовала их, а потом начинают смотреть поверх, собственно, какого текста я рисую их лица, и когда они понимали, что я просто присваиваю их лицо в тот текст, к которому они не имеют отношения, и вообще не хотят об этом думать и говорить, то это тоже, конечно, провоцировало странные реакции, и одна девушка попросила у меня плакат подарить ей, вот, я ей подарила этот плакат, ну, и мы с ней немножко поговорили о том, что написано на плакате, то есть, это тоже такая отражающая поверхность была, вот, и последнее время я практикурую плакаты, где с одной стороны текст, а с другой только картинка, то есть, он совершенно неопримителен, вот здесь установочная телевизионная таблица, которая означает либо начало вещания, либо конец вещания, и, собственно, больше ничего она и не означает, но есть всегда вторая сторона плаката, на которой как раз фраза Маклювина, что с появлением телевидения зритель становится экраном, вот, и вчера я ездила в Москве еще с этим плакатом, я его сделала на работе, и я встретила людей, которые читали Маклювина, и такие разговаривали со мной об этом, посоветовали мне музыку, которую стоит послушать, вот, и очень важно, что в коммуникации между человеком и человеком и плакатом ты стараешься выстроить отношения на равных, ну, то есть, нет такого, что вот есть я, который идет с великим месседжем в народ, и, значит, вот сейчас как бы грянет революция, и все все поймут, ничего подобного не происходит, естественно, не произойдет никогда, вот, но важно показать вообще возможность альтернативной политической коммуникации, политической в самом широком смысле, показать людям, что политика это там не орущий Жириновский по телевизору, да, и не условная пятая колонна где-то там проходящая, вот, которая грозит вырезать всю русскую нацию срочно, вот, а что политика это как бы система взаимоотношений, коммуникации, многоярусная, сложная, и что она не строится на каких-то оппозициях, не обязательно строится на дихотомиях, потому что часто я сталкиваюсь с тем, что, ну, в общении с людьми внутри вот этого демонизированного языка политического люди удивляются, типа, вот вы говорите про гомосексуальность, но вы же нормальные, и я пытаюсь выяснить, что это значит, и мне говорят, ну вы же вот привычно себя ведете, все нормально одеты, и я думаю, боже, боже, то есть, насколько же все плохо-то, и когда ты, или я еду с плакатом про феминизм, про то, что это такое, и вообще, у нас же как бы феминистка, опять же, демонизированная феминистка, это такая вот женщина, которая ненавидит мужчин, убивает их обязательно, вот, у нее небритые ноги, она такая вот, ну в нашем лукиском обществе, она обязательно уродливая, и никому не нужная, значит, все эти мерзкие стереотипы, вот, когда ты говоришь, что вообще-то это не так, и вот ты живой человек, как представитель, да, вот движения, позиции, то тебя воспринимают, тебя не могут уже воспринимать вот так демонизировано, и ты можешь общаться на эту тему, и еще мы с Сашей недавно думали о том, что внутри тихого пикета нет неважных проблем, то есть пропаганда, она работает, типа, с важными проблемами, проблема русской идеи, там, не знаю, значит, все вот эти вот идеологические глыбы, с которыми надо работать, тут как бы и РПЦ, и все такое, и язык реакции, он вырабатывается только в отношении вот этих больших фундаментальных проблем, и там как раз возможно вот эта полярность, вот это плохо, вот это хорошо, и типа, и нам все понятно, нам не о чем с вами разговаривать, а когда ты едешь с плакатом, как Саша Алексеева ездила с плакатом про то, что, ну как бы, мужчины, пожалуйста, я, конечно, все понимаю, я не помню сейчас формулировку плаката, но про то, что мужчины в метро часто ездят вот так, расставив ноги, это очень часто мешает проходу граждан, а вообще-то за это и загреметь можно теперь в России, за помехи проходу граждан, вот, и вообще они сидят, ну как бы, в такой мочистской позе царя мира, вот, и ты ничего не можешь поделать, а мне неприятно, когда меня трогают чужие мужские колени, и многим неприятно, и женщины так не сидят обычно, и когда ты просто вдруг начинаешь делать на эту тему плакат, да еще и там хэштег тихий пикет, ну а пикет это же как бы протест, на тебя, конечно, смотрят, ну, то есть, тебя уже не боятся, что ты сейчас начнешь им говорить за пятую колонну и все такое, но через вот эту, как бы, неважную проблему, а на самом деле она важная, ты выходишь на разговор как раз о стереотипах, ну, гендерных стереотипах, о том, как должен вести себя настоящий мужчина, о том, как должна себя вести настоящая женщина, о том, к чему это ведет, и так далее, и вот здесь пропаганда не успевает поработать, потому что она этого просто не видит, или когда мы, вот, Саша, а потом я, мы ездили с тихим пикетом по поводу, ну, вот, нам, конечно же, там был полный хайп в интернете, все написали, что это неважная проблема, вот, поезжайте там в Африку, и все такое, мы ездили с плакатом на тему табу, на менструацию, на разговоры о менструации, о том, как вообще женское тело, оно часто, скажем так, становится таким, о котором нельзя, запретным, да, о котором нельзя говорить, женская сексуальность, да, она, если есть, то она вот обычно такая, как на вот этих картинах, когда, как бы, женщина предстает, как объектно, объектно предстает, вот, и когда ты едешь с плакатом на такую тему, то, ну, от Саши отсаживались, например, с ней хотел познакомиться молодой человек в метро, но когда увидел, что у него на плакате, он отсел, и я разговаривала с мужчиной, у меня были факты относительно, и мифы относительно, как бы, менструации, а с другой стороны, у меня был плакат про необходимость сексуального просвещения в России, потому что его нет, секс-просвета нет в принципе, мне подростки в метро, которые подошли ко мне, чтобы сфотографировать список литературы для подростков относительно сексуальности, они мне сказали, что знаете, кто к нам в школу приходил рассказывать девочкам про месячные, и я говорю, ну кто, они сказали, священник, вот, я не знаю, что там, как бы, то есть почему, но языка, говорения об этом вообще, его сейчас не существует, вот, и это очень опасно, потому что это приводит к мифологии, ну, не имею это, наверное, объяснять, вот, когда люди не знают, что происходит с их телами, с их сексуальностью, с их взрослением, они начинают творить гораздо больше глупостей, чем если бы, ну, понятно, но у нас считается, что наоборот, знания провоцируют, значит, подростковый секс и так далее, как будто его нет, в принципе, вот, и у меня был разговор с мужчиной на эту тему, и я спрашивала его, что же он знает о том, как работает женское тело, и он мне, как бы, конечно, сказал все противоположные вещи, которые были написаны на плакате, ну, и мне удалось ему что-то рассказать о том, как на самом деле, что работает, вот, и что не нужно стыдиться об этом говорить, и что, в принципе, ну, мы сейчас, кстати, вообще, я не знаю, я думаю, все из нас заметили, как сильно последние полгода возвращается в общество разговор, ну, о насилии, как раз о сексуальности, вот мы видим, и акции «Я не боюсь сказать», и то, что происходит переосмысление вот этих всех взаимоотношений учителя-ученик там через 57-ю школу, и вообще, артикуляцию постоянную и солидаризацию в интернете, когда истории, которые замалчивались годами, наконец-то выходят на поверхность, и люди учатся об этом говорить, да, и сейчас запрет выставки с Тёрджи Сада, вот, когда, значит, приходят Мизулины и говорят, что, значит, фотографии полуобнаженных детей это порнография, а не искусство, а потом приходят люди и говорят, что это искусство, а не порнография, да, то есть, там как бы вообще дело, на мой взгляд, несколько в другом, а как бы на детей всем насрать в этот момент, то есть, ну, ситуацию фотографирования и репрезентации никто не рассматривает, то есть, важно либо, что, нет, вот всегда люди изображали голыми, это традиция изображения голого тела, и это нормально, либо это порнография, то есть, опять вот эта дихотомия ложная совершенно, но все равно это хоть какая-то попытка об этом говорить, вот, и наши плакаты часто касаются этих тем, которые кажутся неважными или решенными. Я хочу эту историю рассказать, пока я вот убежал, просто вот вспомнился, ты рассказал про феминистов, там, те остальные уже не могут нормально общаться, да, мне вспомнился немножко другой пример, как бы, не из гендерных этих, сидим с, ну, как, не сказать, что мы прям друзья, прям хорошо знакомы, вот так, Шапошины знакомы, сидим, пьем пиво, смотрим клипы по компьютеру, и что-то зашел разговор, и мне этот человек говорит, я вообще терпеть не могу кавказцев, ну, не то, что я там националист, там, чего-то, но кавказцев я вообще не люблю, я их стороной ухожу, там, на рынке, там, стараюсь у них ничего не покупать, там, вообще с ними не общаться, и так далее, и тут включается клип System of Adam, и он с интересом такой, вот смотрит, я говорю, чувак, а тебя, это самое, как бы, не смущает, диссонансы, не разрывает, нет, когнитивного диссонанса, нет у тебя при этом, он, а что такое, я, так это армяне, они американцы, я, так а что, а в Америке нет армянской диаспоры, что ли, китайские есть, русские диаспоры, есть, армяне-то есть, они армяне, хочешь, я тебе википедию открою, почитаешь про них, он смотрит на меня такими глазами, чувак, что ты сделал, я теперь их слушаю, не могу, вот реально, человек просто дал какой-то факт, и все, и он уже не может их воспринимать, хотя он воспринимал, просто человеку легче сказать, что он отказывается от вот этой какой-то информационной альтернативы, да, сказать, что вот теперь я слушать их не буду, чем признать то, что на самом деле это повлияло на то, что он теперь ко всем армянам будет волей-неволей относиться через призму вот этого факта, то есть, мне кажется, мне кажется, это лукавство, вербальное лукавство у него было. Ну, пример немножко неподельный, может быть? Нет, я очень поняла, но это, в принципе, разговор о ксенофобии, да, то есть, там неважно, кто ты, админин, женщина, ребенок на стенке стержится, то есть, это просто боязнь другого. В общем, хотел спросить, были случаи, когда, например, в метро, где ты ездишь с покатами, а люди, просто очевидцы, прилагали какие-то другие темы для покатов? Да, да, да. Ну, вот можешь об этом рассказать? И какие, может быть, какое-то общение, которое из этого возникало? На самом деле, для меня очень важно, что люди, которые говорят про плакаты, очень часто предлагают очень классные какие-то вещи по поводу того, как можно переформулировать, чтобы было более понятно. И это очень важно, то есть, ну, это очень многому учит, потому что человек, он начинает использовать твой плакат как повод для того, чтобы высказаться на эту тему самостоятельно, и он как бы говорит, что я не могу сделать на эту тему плакат, и вот я боюсь, а вот вы можете вот переформулировать вот так. И, ну, у меня, я вела дискуссию на Красной площади от библиотек, я просто постоянно веду что-то такое институциональное во всяких разных местах, я вела, вот как библиотекарь, дискуссию про фильм, а, в принципе, про то, как создается образ писателя в культуре, и про фильм Ромы Либерова, про Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда». Вот. И, значит, я отвела эту дискуссию, а потом ко мне подошел человек, и он сказал, знаете, я вот знаю про вашу акцию, и я православная, я просто тоже, ну, очень долго была воцерковленной, и я абсолютно нормально отношусь к представителям всех там религий и все такое, и он говорит, вот я, у меня конфликт, я православный, и меня мои православные братья не понимают, я не против, то есть, я не хочу, как мои православные братья, идти и вырезать всех гомосексуалов, и я вообще считаю, что та ненависть, которую они транслируют, православный активизм типа НТО, ну, то есть, абсолютно высказал адекватную позицию, вот, спросил, почему я ушла из храма, я ушла из храма, потому что мой священник, мой духовник стал мне навязывать, где должно быть, то есть, он говорил мне, ну, вот что ты тянешь, иди в монастырь, я такая, что, почему, и в общем, так вышло, что я со временем ушла из храма, вот, и мы, значит, разговариваем с этим человеком, и он говорит, знаете, вот я хочу сделать свой плакат, а вот если я его сделаю, вы с ним поедете, и я сказала, я не знала, что он мне предложит, но я сказала, да, а мы с ним еще разговаривали про проституцию, про то, что, ну, у нас уже в стране принято плохо относиться к проститутке, а не к клиенту, да, то есть, как бы проститутка это где-то вот, да, женщина на дне, ее оскорбляют, а то, что клиент, собственно говоря, там, главная фигура, это всегда замалчивается, вот, и не осуждается в основном, и он сделал плакат на тему проституции, да, причем точно такой наивный, он написал, кто без греха, тот пусть первым бросит камень в нее, и просто я представлю, ну, и хэштег, тихий пикет, а еще и свое имя, фамилию, как будто, ну, он автор этой фразы, вот, это было очень, это было очень трогательно, очень смешно, вот, и понятно, как бы, что он не претендовал на авторство этой фразы, но просто ему было важно вот так, как бы, поучаствовать, вот, в акции, мы с ним до сих пор общаемся, он нашел у меня ВКонтакте, и я ездила с этим плакатом, и представляете, когда женщина, ну, как бы я же женщина, едет с плакатом, вот, где написано, кто без греха, то есть, как бы, я невольно, то есть, у меня подходили, спрашивали, вы проститутка, вот, и я объясняла, что нет, я просто езжу с плакатом, вот, православного человека с Красной площади, которого я нашла два часа назад, и вот мы с ним поговорили, решили, что дело-то не в проституции, а дело, да, вот, ну, короче, вот это все, и, в общем, вот такой странный был момент, или, например, когда я жила в Гальяново, это худший район, мне кажется, в Москве, где можно жить, я очень поздно возвращалась с работы, и я каждый день, выходя из метро, встречала одних и тех же молодых людей, которые там толкали ручки, то есть, они просто подходили и говорили, покупайте ручки, и они подходили ко мне месяца два, то есть, просто мы курили вместе, они говорили, о, ты опять с плакатами, говорила, ну, они дарили мне эти ручки, а потом в какой-то момент, когда, по-моему, это была наша четвертая встреча, я вышла опять в Гальяново в полдвенадцатого ночи, я не знаю, кто в полдвенадцатого в Гальяново покупает ручки, но они были просто, их активизм меня поражал, то есть, это тоже же активизм, и они увидели у меня плакат, у меня был плакат на тему того, что, ну, женщине очень страшно возвращаться, то есть, мы постоянно живем в страхе вот этого возвращения вечером домой, потому что в каждом, в потенциальном мужчине, так или иначе, ну, можно увидеть насильника, то есть, мы вздрагиваем, когда мы идем по темным улицам, и... руку, ну, то есть, как бы, мне было важно, вот, телесно как-то прикоснуться к плакату, и я, по-моему, обводила руку прямо в вагоне, ну, чтобы создать какое-то действие с плакатом, я еще иногда их сшиваю, и пока шью, переворачиваю плакат, это очень удобно, ты как бы, занимаешься своим трудом женским, переворачиваешь плакат, люди смотрят, вот, а тут я обводила руки, и ребята, которые толкали ручки, они подошли ко мне, прочитали плакат, и они мне не поверили, когда увидели статистику насилия над женщинами, а я сама бы не поверила еще год назад, и я им начала рассказывать, что это действительно так, и как бы ни было страшно, это так, и они мне начали рассказывать, ну, каждая третья женщина в России подвергалась насилию, вот, и... чаще всего это домашнее насилие, которое у нас как бы законом не регламентируется на данный момент, то есть чаще всего насильник это муж или близкий родственник, а не некий насильник в кустах, ну вот, и мы с ними об этом поговорили, они прогуглили, убедились, что это официальная статистика, ужаснулись и сказали, скажите, а мы можем подписаться на плакате, я говорю, ну это же не петиция, они говорят, мы вот просто хотим подписаться, ну вот как бы, это их знак солидарности, и они расписались, они обвели свои руки на плакате, и расписались там, и как бы формально они ничего не сделали, но вот этот жест солидаризации, это было настолько важно, что я там просто чуть не разрыдалась, вот, ну а потом я уже оттуда съехала, и больше их не видела, вот, ну и таких историй очень много, еще однажды я попала, я очень облажалась, я ехала в день ВДВ, а я очень боюсь дня ВДВ, потому что моего друга, гомосексуала, в этот день, несколько лет назад, сильно избили, за то, что он выглядел, скажем так, отличаясь от канона мужественности, вот, и на него напали, его побили, и я была полна ненависти к этому дню, и сделала плакат на эту тему, в общем, что почему в любой другой профессиональный праздник не страшно гулять по улицам, а вот в день ВДВ улицы там, значит, полнятся пьяными, неадекватными мужчинами, ну, в общем, что-то такое, а я сама всегда выступала за то, чтобы никого на плакате никогда не стигматизировать, не оскорблять, даже если это ВДВшник, который сбыл моего друга гомосексуала, но вот здесь, видимо, я на эмоциях отступила от этого правила, за что тут же была наказана, и по делам, мне кажется, мне, потому что, когда я вышла с этим плакатом, я успела проехать с ним 15 минут в вагоне полном ВДВшников, вот, и когда я вышла из вагона, ко мне подошла женщина, у нее было просто неподдельное возмущение, она такая говорит, знаете, вот мой друг, ой, мой друг, муж, это был и муж, он ВДВшник, и он прошел Чечню, по-моему, или Афганистан, и он не выходит в день ВДВ валяться в фонтанах, и делать вот эти все ужасные вещи, что делают обычно ВДВшники в день ВДВ, просто сидит дома, смотрит в одну точку, и все, и ему стыдно за тех людей, которые часто даже не являются там ВДВшниками, и в общем я поняла в этот момент, что ей реально больно об этом говорить, и мой плакат уязвляет ее, и все, и я пыталась, ну, а я ей рассказала ту историю, из-за которой я написала этот плакат, и мы не поругались, мы пришли к консенсусу, она говорит, ну давайте вот мы, и мы в общем сели, и в маршрутке придумали новый текст плаката на эту тему, вот, ну, она как раз настаивала на том, что никто на самом деле не будет, хвастаться собственной вот этой вот милитарной повесткой, что вот я, значит, мужик, я могу, и я сейчас пойду, и обваляю всю нашу страну в фонтань, вот, ну естественно, как бы это странно, вот, и мы подумали, что вот лучше так переформулировать плакат, вот, и это был, конечно, мне большой урок. Ну еще у нас в группе, у нас есть группа, и вконтакте, и в фейсбуке, и там очень часто люди просят помощи, которые собираются поехать с плакатом, и мы все вместе решаем, и люди, которые уже участвуют в акции, и которые еще не участвовали, решаем, как лучше и корректнее сформулировать плакат, вот. Я хотел спросить, о разных типах взаимодействия, то есть, ты действительно ищешь с помощью плакатов способ как-то найти просто людей, с которыми можно завязать этот контакт, и что будет дальше неизвестно, как думаешь, что влияет на длительность и на глубину, что ли, этого взаимодействия, что устраивает для тебя то, что есть сейчас, то есть, какие-то спонтанные коммуникации, и потом, то, что вы расходитесь. Да, вполне, ну, то есть, дело в том, что мы не всегда расходимся, есть люди, с которыми я общаюсь уже полгода, именно на почве акции, и очень много писем приходит потом, и фотографии, люди укратко фотографируют, просто так вышло, что, ну, была прямо неделя, вот, когда был только медиа-взрыв, вот этот весь, когда я каждый день выходила в метро, и каждый день встречала людей, которые знают про акцию, и это было удивительно, то есть, ты в каждом вагоне мог встретить человека, который уже понимает, о чем речь, вот, и это, конечно, совершенно другая коммуникация, когда человек уже знает, что перед ним акция, вот, и это появилось именно как раз после огласки проекта, ну, а вообще, здесь очень много совершенно каких-то, ну, неподвластных мне вещей, да, например, маршруты, ветки метро, то есть, я замечаю, ну, время, в которое ты едешь, время, которое ты проводишь с человеком в диалоге, вот, когда ты разговариваешь, там, не знаю, две секунды, то есть, когда человек тебе говорит просто, спасибо, удачи вам, ты ему быстро жмешь руку, или говоришь в ответ спасибо, и вы расходитесь, и я всегда описываю, стараюсь описывать и эти тоже коммуникации, потому что это очень важно, вот, а бывает, что ты едешь, и 20 минут с человеком, вы находитесь как бы в остросюжетной такой полемии, но важно для меня, чтобы любая полемика не заканчивалась на какой-то открытой ноте ненависти, то есть, я стараюсь, даже если мы не пришли ни к какому консенсусу вообще, здесь не это важно, даже если человек не понял ничего из того, что, может быть, я хотела ему сказать, или не так истолковал, здесь важно то, что он, может быть, или она ощутила возможность безопасного взаимодействия людей, которые находятся как бы по разные стороны баррикад, потому что у нас, если ты скажешь, что там, ну, как бы с одной стороны, вот это ватник там, а вот это вот, значит, майдан, я не знаю, то есть, вот, все вот эти вещи, да, и люди все, и люди не пожимают друг другу руки на этой почве, люди перестают внутри семьи общаться на этой почве, да, вот мы с моими родителями не общались два месяца из-за того, что я говорила, ну, знаете, вот, как бы, Крым не наш, вот, и все, со мной не общались родители, говорили, что я против Путина, и все такое, то есть, как бы, по сути, они не узнали, на самом деле, моего мнения, они просто среагировали на лозунг, вот, и это ошибка, как раз, когда люди распадаются на вот эти вот две враждующие части, и здесь важно показать, что ты не готов перегрызть человеку горло за то, что он не такой, даже если он тебе готов, ты говоришь, что, а вот я не хочу так, я не хочу считать, что ты мой враг, и потом были случаи, когда мне написал человек, мы с ним, я не помню, там просто две были истории, они смешались, ну, в общем, человек был гомофобом, очень жестким гомофобом, и он появился у нас в паблике, где-то прям давным-давно, и месяцев пять назад писал какие-то мерзкие комментарии, когда я ехала впервые с плакатом про гомосексуальность, а потом он пришел ко мне в личку, писал мне в личку сообщение, а я ему отвечала, и мы общались на эти темы, и я приводила медицинскую аргументацию, какую-то, в принципе, научную аргументацию по данному вопросу, показывала, что вот это миф, а вот это не миф, а вот тут вот непроясненный вопрос, и мы пытались как-то адекватно разговаривать, а в общем, спустя несколько месяцев, два, по-моему, он продолжал читать все в паблике, и он мне написал письмо, что он пересмотрел свою позицию, и что спасибо, и что он больше не будет никогда транслировать гомофобные взгляды, что это просто пропаганда ненависти и безумие, безумие, вот, и это, конечно, было просто, вообще, я не ожидала, но здесь, после этой истории, но я не рассказала, началось такое всеобщее обольщение, что вот, теперь так будет с каждым, но нет, в это тоже не стоит верить, что так будет с каждым, ну, типа, случился один такой человек, и уже хорошо, то есть не стоит на тихий пикет возлагать какую-то миссию, это прежде всего образовательный проект, образовательная платформа, у нас уже создана какая-то, какой-то список литературы, ну, он такой, он в разработке, и он пополняется, и он несовершенный, но мы пытаемся, мы консультируемся с преподавателями, там, из разных вузов, с социологами, с культурологами, вот, которые дают нам источники, и мы их читаем, и обмениваемся ими, и пытаемся как-то тоже обсуждать, вот, поэтому мне вообще очень сложно судить о глубине коммуникации, потому что иногда тебе кажется, что ты так здорово поговорил с человеком, и вот-вот просто, вот так друг друга поняли, но это не так, и ты вообще не можешь понять, как та или иная реплика, на самом деле, воспринимается, то есть, все, что ты можешь делать, это просто достойно себя вести, и пытаться дать человеку выбор, и никак его не унижать, вот, если он на это откликается, то мне кажется, что это какая-то уже более глубокая, какая-то коммуникация происходит, вот, ну, вот вчера мне написал мальчик, школьник еще, он мне написал просто многозначительно, спасибо, я пишу, за что спасибо, ваша акция изменила мое мировоззрение, я у него спрашиваю, ну, как бы я всегда остороженно отношусь к таким фразам, вот, потому что я боюсь, а вдруг мы что-то испортим, вот, я говорю, ага, вот что с тобой произошло, почему, ну, я не могу об этом пока говорить, ну, вот я со временем вам, может быть, расскажу, и скидывает мне стихотворение Гумилева, вот, это тоже, это просто, это какой-то был верх, вот, такой, трогательности, и у нас очень много школьников, которые ходят у себя в школах с плакатами, кстати, прям, человек восемь, школьников, вот, и они, для них это, может быть, первая, как бы, платформа для высказывания, вообще, в жизни, потому что в школе, я сама учитель, я знаю, в школе очень сложно эту платформу как-то приобрести. О чем они пишут? Очень много ЛГБТ-школьников пишут про детей 404, вот, у нас некоторые школьники писали плакаты про, в принципе, взаимоотношения детей и родителей, что отсутствие, ну, что, как бы, нет языка взаимодействия часто между теми и другими, и что ребенок часто становится средством для родителей, ну, это действительно так, вот, и еще были плакаты на экологическую тему, на тему веганства, то есть у нас какой-то прям, к нам очень много веганов пришло, я очень рада, и это повлияло и на меня, и я тоже решила попробовать, вот, потому что мы почитали литературу, подумали, вот, Саша стала вегетарианкой, я решила, я уже была вегетарианкой, решила подумать о том, ну, может быть, я смогу стать веганом, вот, у нас очень много экоактивистов, которые рассказывают нам про сортировку мусора, про то, что вообще возможно сделать, как минимизировать вред от себя, да, и от, как от человека, вот, и у нас некоторые и теперь сортируют мусор, насколько я знаю, то есть, я рассказываю при этом часто на плакатах про современную поэзию, езжу с текстами, Саша рассказывает, поскольку она культуролог, про современное искусство, ездит с репродукциями каких-то работ и мини-комментарием к ним, и мы пытаемся поговорить, потому что я знаю, что очень многие люди, они, и для них современное искусство это что-то такое далекое, к чему они якобы не имеют отношения и что-то очень элитарное, вот, а мы пытаемся поговорить о том, что это не так и что в этом мы тоже можем быть равны и в нашем восприятии, поэтому тематический тихий пикет разросся просто очень широко. Что бы тебе хотелось, не знаю, изменить или улучшить эту акцию уже по опыту шести месяцев? Ну, существует такая проблема на внутри сообщества, то есть тихий пикет, он постепенно сформировался в движении и понятно, что у нас все-таки есть определенные идеологии, определенные, сформулированные, даже нескрываемые идеологии, вот, и часто, когда происходит какой-то новый поход с плакатом и я читаю отчет, я вижу, что в отчете человек, который пошел с плакатом, часто обвиняет людей в том, что они не заинтересовались его плакатом, то есть, типа, вот я такой вышел с щитом плакатным, а меня не заметили, вот все они такие равнодушные и меня это очень бесит, я просто не могу, мне хочется, даже была идея сделать внутренний пикет для пикетчиков и пикетчиц чисто вот в паблике, в пространстве паблика, потому что, ну, против этого, в идеале против этого мы тоже выступаем, потому что все, многие считают, что раз они вышли с плакатом, хотя за это им просто огромное спасибо, это тоже преодоление для многих, это важный шаг, и это все понятно по умолчанию, но многие совершают вот этот вот романтический перенос, да, романтическое двоемирие, типа, поэт и толпа, или типа, вот я с плакатом и вот все остальные, и это как раз создает пропасть между тобой и людьми, и мне это не нравится, вот, и я всегда стараюсь, ну, мы все стараемся, кто уже в акции давно, писать в таких случаях, что там, ну, да, большое спасибо за плакат, но вот не кажется ли тебе, что вот такая позиция, она как раз не объединяющая, а разделяющая, и что это немножко, ну, противоречит, что ли, какому-то духу тихого пикета, духу акции, что совершенно никто не обязан смотреть на твой плакат, совершенно никто не обязан с тобой разговаривать, и совершенно это не означает, что люди вокруг равнодушны, если они не посмотрели на твой плакат или посмотрели, ничего не сказали, ты вообще не можешь никак это интерпретировать, это ничего не значит, ты не знаешь, что у человека в голове, может быть, он вообще не мой, у меня, кстати, были столкновения с людьми, которые переводили плакат друг к другу, мама переводила дочке мой плакат на язык жестуна, вот, и это было потрясающе, то есть я впервые увидела я ни разу не видела свои плакаты на другом языке до этого момента и первый язык, на который был переведён плакат это язык жестов, вот и для меня это было тоже как-то очень символично потому что он был тихий? Да и, наверное, вот это мне бы хотелось изменить но это не от меня совершенно зависит то есть, ну, нужно сказать что, поскольку все тихие пикетчики и пикетчицы постоянно обмениваются опытом и очень сложно понять, кто пойдёт в следующий раз с плакатом, вот человек ещё в комментариях пишет что-то, говорит спасибо а уже на следующий день он сам выходит с плакатом, потому что чувствует, что готов пишет об этом в подсчёте вот, поэтому всё это очень, на самом деле это корректируется как-то вот, то есть даже уже не всегда можно и нужно это формулировать вот, ну и агрессия в комментариях агрессии в интернете её, в принципе, больше, чем в жизни, потому что ну, как бы там реальное, оно далеко то есть, там только пространство какого-то воображаемого и те оскорбления, которые мы бесконечно получаем в интернете в комментариях под нашими плакатами вот это сначала расстраивало теперь, как бы, вообще уже не обращаешь внимания и меня огорчало что часто люди, которые не являются, как бы, классическими, да не занимаются классическим троллингом они действительно, вот пришли с горящими глазами в акции, что они часто в дискуссии, когда в какой-то момент появляется человек который, например, говорит ну, как бы, геи не люди и на этого человека который пришёл в паблик и сказал геи не люди на него начинается такая облава, вот, тоже ненависти и меня это раздражает ну, то есть, да, пришёл человек и сказал геи не люди но от того, что ты ему в ответ скажешь ну, вообще-то это ты не человек никто тут человеком не станет вокруг вот, и вот с этим мы тоже все вместе работаем и мы почти никого не баним вот в наших пабликах вот и у нас в банлист попасть очень тяжело то есть, там нужно просто оскорбить всех вокруг чтобы попасть в банлист вот и вот с этим, конечно хотелось бы что-то сделать но это, в принципе, наверное культура обмена мнениями в интернете но она в нашем паблике я вижу, как она меняется то есть, у нас постепенно это исчезает почему такой есть концептуальный жест что мы будем делать акцию ровно в год а, нет это чисто мой жест то есть, сама акция будет длиться сколько угодно а я просто подумала, что ну, мне года хватит для эмоционального выгорания видимо, ну, то есть это же довольно тяжело и дольше года мне кажется, я не смогу то есть, я выбрала максимально долгий срок на который я способна то есть, я так оценила свои силы а вообще, акция она может длиться сколько угодно и она вообще то есть, мое мое желание было такое чтобы моя фигура автора акции она в итоге как бы растворилась и отошла на задний план и чтобы уже никто не помнил кто придумал тихий пикет и на самом деле это уже работает и это круто потому что это, наверное, то, чем я пока больше то, чему я больше всего радуюсь потому что нас уже так много и мероприятий, на которые зовут тихий пикет как-то, ну, представляться типа инициатива тихий пикет идет представляться вот нас так много и в разных городах и мы все время отправляем стараемся разных людей то есть, понятно, что мы с Сашей просто как самые на данный момент активные больше где-то принимаем участие но вообще если посмотреть там на фильмы, которые делали про тихий пикет их делали две съемки было на какие-то интервью то есть, там везде разные люди фигурируют вот поэтому я уйду 28 марта и акция продолжится спокойно без меня и я очень этому рада вот это очень красиво пришла в общество запустил такой жест и все заразились и ушло в черный жест ну да не, ну просто если будет какая-то монополия на акцию то она потеряет весь свой как раз вот этот объединяющий потенциал то есть проект не должен объединяться вокруг одной фигуры мне кажется когда он объединяется вокруг одной фигуры да там не знаю фигуры куратора например то есть я считаю что оно должно работать и без этой вообще фигуры и не должно быть когда есть один человек его проще сделать героем когда нас сто человек сказать просто сто человек героически выходят ежедневно в метро с плакатами цифра сто она как-то смущает и люди уже так не говорят потому что вот эта героизация она рождает дистанцию типа чем больше нам говорят какие там нам вам всем говорят какие вы смелые и крутые тем сложнее с этим солидаризироваться на самом деле да когда Павленский например ну то есть например почему я уважаю но не очень как бы у меня душа лежит к Павленскому потому что с ним солидаризация не то что невозможна она ему и не нужна то есть это совсем другой проект вот ну и здесь там вообще были подвижные сроки сначала я говорила что я буду три месяца ходить потом я подумала что полгода вот а потом я ночью лежала и почему-то написала что год но поскольку я это написала уже в интернете то как бы вот год то год ну и потом можно всем рассказываться и хвастаться рассказывать и хвастаться что значит тихий пикет ну конкретно в моем случае там не знаю совершил оборот вокруг солнца вот все эти вещи когда я заснула на канатной дороге каждый мой атом расспался на поиске и для пыльца предстали как два народа серебряный и золотой аллергики вокруг засветились серебряным и золотым как умирающие боги мне стало трудно говорить и зрение мое газообразное вокруг так много красоты но нет тебя это не значит что ты не имеешь к ней отношения и вот и оно было как раз написано когда мне подружка рассказывала про эту канатную дорогу про Нижегородчик да вы видели какие-то люди которые хотели принять участие в акции но каким-то причинам они могли сами держать плакат то есть они хотели действительно что-то сделать и поучаствовать быть свидетелем этой акции то есть сколько бы у таких людей и были какие-то случаи с этим связаны на самом деле я очень часто ну не я вообще мы нам всем приходили такие письма от людей которые хотят пойти солидарность с акцией считают что это важно но все имеют там не знаю право на страх контакта с людьми есть люди с ограниченными возможностями есть люди хотя я не люблю эту формулировку но я просто не знаю какую альтернативную вот есть совсем-совсем несовершеннолетние мне писали дети мне писал ребенок и спрашивала может ли она пойти и я ее отговорила ну то есть я считаю что она просто естественно ну не хотела с сопровождением короче с родителями она хотела сама вот и у нас с ней был сложный это прям в самом начале был интернет разговор и я ей объясняла что ну почему это может быть опасно и что лучше не стоит вот потому что я чувствовала что я несла ответственность за этого ребенка вот были есть случаи но это немножко другое но тут тоже об этом важно сказать есть люди которые ходят с плакатами иногда консультируются со мной или с другими участницами по поводу формулировок но они не публикуют фото плаката и не публикуют отчеты и то есть они совершают коммуникацию в реальном поле но они никак не хотят ее фиксировать и они тоже в акции но они просто ну не рассказывают о том что с каким опытом они столкнулись вот это тоже важно то есть они просто не хотят ну то есть тут все по разным причинам чего-то не хотят у нас есть девочка во Франции которая ходит с плакатами вот часто я дохожу плакаты случайно то есть люди просто даже не знают что существует паблик тихий пикет они просто читали где-то мое интервью или там еще чье-то интервью они делают плакат потом я по хэштегу нахожу плакат и делаю репост с их страницы к нам в паблик только так они такие о, а есть паблик оказывается и пишут мне об этом вот то есть такие немножко противоположные ситуации но они есть да я считала 17 человек сейчас ходят с плакатами но никак не заявляют себя в пространстве тихого пикета вот а то есть это очень желательно можно чтобы они появлялись в своем опыте нет совершенно об этом нигде не сказано то есть многие просто действительно хотят говорить о том с чем они столкнулись да для многих это тоже несет какой-то исследовательский характер ну вот так что здесь все абсолютно свободно ну просто здесь скорее играет роль пример то есть вот человек видит что вот в паблике например это работает так что выкладывают отчет фотографию и для как раз у нас есть слабовидящие люди в группе и для них мы всегда делаем расшифровки плакатов потому что картинку они не могут посмотреть но у них текст произносится программой ну короче на аудио и они слушают плакаты вот поэтому мы всегда по возможности я иногда к сожалению забываю об этом описываем плакаты то есть там справа изображен красный круг ну в общем чтобы люди слабовидящие могли себе представить плакат а примеры в Франции только вот один такой пример нету не один шесть стран по-моему ну это ближний Беларусь Украина так у нас есть мальчик из Камбоджи но он он русский он просто сейчас в Камбодже и долго уже в Камбодже и он там делает фотографии ходит с фотографиями фотоплакатами вот Франция и сейчас еще девочка делает плакат в Южной Корее вот она тоже русская она будет делать плакат на корейском она там учится и господи еще какая-то была страна вот я сейчас не вспомню недавно просто кто-то в группе как раз спрашивал типа что делать я живу в другой стране и там как раз вот эта вот проблема языкового барьера вот как решить или уже давно это было месяц назад наверное вот так что такие вопросы возникают там